Итак, друзья мои, продолжим наш эфир. Бизнес-класс сейчас у нас по плану. Двухчасовой бизнес-канал продолжается. Сегодня мы обсуждаем вот что интересное и актуальное, мне кажется, тема. Будем говорить на тему российских и зарубежных стартапов. Сходство, различия, пути привлечения инвестиций, что тоже важно. Вот, ну, в общем, я надеюсь, достаточно подробно мы всю эту тему сегодня разберем. Я представляю гостя в студии Виталий Полехин, руководитель клуба инвесторов бизнес-школы Сколково. Виталий, добрый день. Добрый день. Уважаемые слушатели, вы можете к нам присоединиться, как всегда, либо позвонив по телефону 65 10 99 6, код города 495, либо написать нам на сайте finam.fm. Очень интересно, есть ли среди вас, уважаемые слушатели, опытные стартаперы, может быть, еще неопытные, хорошо, просто стартаперы, или те, кто уже добился каких-то ощутимых результатов. Если найдете желание и возможность, наберите, напишите, похвалитесь, расскажите, как это непросто, а может быть, наоборот, как это элементарно, Ватсон. Итак, начинаем разговор. И тем не менее, Виталий, если позволите, немножко не по теме, только что до нашего с вами эфира, в первой части бизнес-класса, я с уважаемым очень мною профессором Борисом Рубцовым обсуждал тему кредитования или закредитованности, проблем связанных с тем, что человек, физическое лицо, прежде всего, все-таки мы говорим не о предприятиях, да, не очень обдуманно, очень часто вот влезает в эту кабалу. У вас у самого есть кредиты по секрету, если скажите? В банках, кредиты в банках есть у вас? Есть. Ну, смотрите, вот вы прежде чем пойти в этот самый банк за кредитом, о чем думаете, какие мысли у вас? Ну, помимо желания, что нужно что-то срочно купить, а денег вроде в наличных сейчас не хватает, пойду займу. Вы как человек, тем более вы человек подкованный все же, да? Ну, я думаю, что здесь все зависит от того, от каждого конкретного случая, в общем, в моем случае получается так, что привлечение денег для меня как физлица на какую-то вещь, стоимость этих денег будет гораздо ниже, ниже ли, чем привлечение их для компаний. Поэтому, в общем-то, я предпочитаю... А почему так? Мне кажется, наоборот, все-таки стоимость денег для бизнеса дешевле, чем потребительское кредитование. Если подходить к потребительскому кредитованию с умом, то, в общем-то, там можно найти очень интересные варианты, поэтому здесь, наверное, нужен небольшой education, определенные образовательные вещи. Да-да, аплодисменты Виталию. Друзья мои, вот это слово еще раз прозвучало. С умом надо... Мы потому что с Борисом как раз... Ну, слово ум впрямую не произносили, мы говорили о некой финансовой грамотности, что это должен быть хоть в чем-то, да, разбираться, прежде чем пойти и занять денег. Потому что, понятно, что договоры, много-много всяких там незнакомых слов очень часто, да, а многие из них мелким-мелким шрифтом, которые просто нет времени и желания. А вот с умом, если, я так понимаю, все-таки, да, ссылка на ум вот в этом контексте. Ну да, в контексте того, что, да, нужно понимать, нужна определенная финансовая грамотность, и в этом вопросе тоже. Браво, спасибо. Спасибо, Виталий. Ну и давайте продолжим. Итак, говорим на тему стартапов. Если можно, небольшой ликбез, да, что это за термин такой стартап, что под ним подразумевается? Ну, на самом деле, очень важный момент, потому что не каждый новый бизнес может являться стартапом. То есть, если он в определенной традиционной индустрии, наверное, это не стартап. И отличительные характеристики именно стартапа, это то, что, в общем-то, это определенный проект, который находится в поиске бизнес-модели, в поиске продукта, который будет нужен потребителю. Вот. И пока он находится в этой стадии, это стартап. Как только он его нашел, как только развился и так далее, наверное, это уже не стартап. Поэтому, если речь идет об открытии какого-то салона красоты, стандартного бизнеса, наверное, это не стартап. И это, скорее, относится просто к новому бизнесу. То есть, стартап – это всегда некий поиск, ну, по крайней мере, в начале. Да. То есть, я не знаю, что я буду делать, я не знаю, как я это буду делать, но у меня есть огромное желание это делать. Получается так. Да. Есть какие-то определенные гипотезы, идеи, которые, в общем-то, можно проверить только в результате воплощения этих идей. И в этом, наверное, основное отличие вот такого бизнеса. Если вы говорите, проверить это можно только в результате воплощения, а никаких аналогов, как правило, не рассматривается или их нет в принципе. Ну, как правило, если возвращаемся к бизнес-модели. Я выстраивать буду вот по этой модели, потому что… И вот туда посмотрел, вот так это работало там, вот там это тоже работало, это работает, в принципе, и я этим воспользуюсь. Это необходимо делать для того, чтобы понять, насколько действительно новые вещи делаются, какие есть аналоги и, соответственно, что именно предстоит сделать для того, чтобы сделать это по-другому. Но, тем не менее, как правило, если мы говорим о стартапе, то стартап – это новый бизнес, который не может иметь бизнес-плана, потому что, в общем-то… Планировать нечего еще. Да, многие вещи, они неизвестны, их предстоит проверить. Вот, это бизнес, который основан все-таки, наверное, не только на деньгах и управлении, менеджменте, это бизнес, который основан еще и на технологии определенной. Просто в зависимости от того или иного стартапа, той или иной индустрии, вот наличие технологической составляющей, она может варьироваться там от 90% до 10%. Вот, потом, конечно же, чем стартап, который, как правило, относится к высокотехнологическому предпринимательству, да, отличается от традиционного, обычного нового бизнеса, это то, что, значит, мотивация, которая в основном исходит, исходит, это не доход, определенная прибыль, это скорее технология, продукт и попытка изменить, если не мир, то хотя бы индустрию. Ну, мир это очень важно. Отдельную взятую, да. Вот, это, наверное, все-таки конкуренция не за счет каких-то управленческих качеств, достижения какой-то эффективности, вот, а это конкуренция и эффективность за счет нового продукта. Ну, вот, например, я могу быть великолепным управленцем и сказать, что вот я сейчас с пятью станками с помощью Toyota Production Systems буду управлять не с помощью пяти рабочих, а с помощью одного. Но, когда речь заходит о технологическом предпринимательстве, то там речь идет о станке, который может выполнять работу даже не за пять, а за пятьдесят станков. И здесь конкуренция и достижение эффективности происходит на уровне продукта или технологии, а не на уровне знания, как грамотно управлять или, значит, не на уровне менеджмента. Ну и, соответственно, а вот когда речь уже заходит до инвестиций, то тут очень важный момент, что, когда мы говорим просто о новом бизнесе, здесь речь идет о том, что, пожалуйста... Бизнес-план. Да, с помощью бизнес-плана, либо, допустим, просто примера небольшого, то, что ты уже начал бизнес, покажи, что это коммерчески возможно, покажи, что это может принять доход, и тогда инвестиции будут. Когда мы говорим о технологическом предпринимательстве, то есть о стартапе, здесь для того, чтобы показать коммерческую составляющую, это, чтобы коммерциализировать, необходимо сначала монетизировать бизнес, то есть принести в него деньги и инвестиции. Только потом это возможно. Поэтому абсолютно разный подход, вот, и, наверное, не каждый новый бизнес можно называть стартапом, да? Ну, я подумал, что, наверное, поиск инвестора, ну, в данном случае мы тоже, да, это в тему с вами вынесли, для стартапера во многом усложняет задачу, да, поиск инвестора, потому что, ну, что ты инвестору предложишь? Вот что ты предложишь? Только... Ну, здесь, соответственно, все зависит от стадии проекта. Значит, если это стадия, когда уже есть прототип, лучше еще продукт, когда есть, возможно, какие-то первые клиенты, первые метрики, когда можно что-то посмотреть. Что-то потрогать руками уже можно, да? Да, наверное, вот здесь уже можно идти к венчурным фондам, которые, в общем-то, занимаются вот такими высокористикованными инвестициями, и которые смотрят... А, кстати, высокий риск все еще сохраняется, несмотря на то, что потрогать руками можно, потому что неизвестно все-таки, да, выстроить не выстроить. Да, здесь, соответственно, это очень высокорисковые инвестиции, и при этом... Поэтому здесь нужно, значит, руководство с управлениями рисками, да, соответственно, инвестировать не в один проект, а инвестировать в несколько. Диверсифицировать. Выживают немногие. Да, да, да. Причем меньшая, наверное, все-таки часть, да, если берем там 100%. Да, опять же, зависит от стадии, то есть, если мы говорим о стадии, когда уже что-то есть, есть какие-то метрики первые, подтвержденные клиенты и так далее, здесь, наверное, процентов 30 компаний в дальнейшем умирает, вот, 60, 30, еще 30 процентов, или даже 40, наверное, они примерно являются какими-то бизнесами, но навряд ли радуют инвестора, который надеялся на что-то большее, на рост капитализации компаний, на рост своих инвестиций в разы. Да, да. То есть, наверное, процентов 30 оказываются успешными, и, в общем-то, они... Но если мы говорим о стадии, когда уровень идеи... Ну, давайте мы сейчас прервемся, это интересный как раз разговор, действительно, уровень идеи, когда ничего еще нет. Да, тут по-другому. Но послушаем новости, потом продолжим. Итак, друзья, продолжаем. Продолжаем наш эфир, бизнес-класс на Финам.ФМ. Сегодня мы обсуждаем тему, связанную с российскими и зарубежными стартапами, говорим о их восходствах, различиях и о путях привлечения инвестиций. У меня в гостях Виталий Полехин, руководитель клуба инвесторов бизнес-школы Сколково. И напомню для вас, уважаемые радиослушатели, телефон студии, телефон прямого эфира 651099,6, код города 495, и сайт компании финам.ФМ. Вы можете нам позвонить, написать, задать свои вопросы или поделиться опытом. Еще раз повторю, было бы любопытно услышать, да, что среди наших слушателей, хотя я догадываюсь, что так оно на самом деле есть, но тем не менее, вживую услышать, что есть у кого-то опыт создания стартапа, причем Виталий достаточно подробно объяснил в первой части, что не всякое новое дело есть стартап. Ну и вот это наиболее любопытно. Кстати, говоря об идее, да, вот сейчас об этом продолжим беседу, говоря об идее, то есть ничего еще руками потрогать нельзя, да, есть некая идея основанная, мне все-таки нравится, да, это звучит пафосно, как вы говорите, но тем не менее, вот у меня есть некая миссия, я пришел на эту землю с некой миссией, вот эту миссию я воплощаю в жизнь, мне, наверное, на этом этапе-то уж точно не важно что-то заработать, да, сделать капитал, а вот мне надо миссию эту выполнить. Ну, благородно звучит. Здесь, соответственно, основной движущей силой являются бизнес-ангелы. Почему? Ну, потому что венчурные фонды, как правило, управляют чужими деньгами, и для им необходимо даже для просто выноса на инвесткомитет какие-то определенные показатели, которые будут очень объективные. Венчурный капиталист не может прийти на инвесткомитет и сказать, вот я верю в этого парка. Смотрите на него, как у него глаза горят. Соответственно, бизнес-ангел может принять такое решение просто потому, что он поверил в человека. У этого человека предпринимателем может ничего не быть, может быть, он увидел в нем те качества, которых у него никогда не было. Да-да-да, ностальгирует. Увидел себя в прошлом. Я был таким же в твои годы. Да. Поэтому ему нет необходимости ни перед кем отчитываться, ни сейчас, ни потом, когда это, скорее всего, провалится. Вот. Это его личное решение, и здесь он руководствует скорее такой чуйкой. God feeling. Чуйка-чуйка. Хорошее слово, да? Вот. Соответственно, здесь, как правило, бизнес-ангел смотрит уже не на команду, на технологию, на рынок. Он, наверное, смотрит непосредственно на самого предпринимателя. Вот. И здесь, наверное, важно, да, вот насколько человек горит, насколько неподдельный интерес и так далее. Вот. Но, тем не менее, очень много так называемых стартаперов, которые не являются предпринимателями. То есть они только думают, что они являются предпринимателями, они хотят привлечь определенные средства для того, чтобы, например, создать что-то, реализовать свою идею. Но это очень часто бывает просто модно, популярно и так далее. Что, конечно, осложняет задачу непрофессиональным инвесторам, таким как бизнес-ангелам, потому что им приходится иметь дело как с людьми, которые действительно не могут не сотворить что-то, так и с теми, кто просто следует моде и пытается... А на самом деле пшик, да? Да. В результате пшик. Вот. Поэтому здесь этот процесс отбора, без сангла, достаточно сложный. Вот. Но если они не будут этим заниматься, то венчурным фондам на следующей стадии не в кого будет инвестировать. Вот. Здесь примерно такая ситуация. Поэтому есть разница между стартаперами и теми, кто, как правило, составляет основную массу определенных стартап-мероприятий, различных венчурных высок, и теми стартаперами, кто действительно в ком нашли, обнаружили предприниматели, дали денег и те, которые запустили проект. Как правило, они это люди, которые достаточно зрелые для того, чтобы взять на себя какой-то риск, а все-таки стать предпринимателем, привлечь чужие деньги, это все-таки не, скорее не, значит, то есть это больше риск. Конечно. Это больше ответственность. То есть достаточно зрелые, чтобы взять такую ответственность и при этом еще не обросшие определенными корнями, опять же, кредитами, ипотекой. А для инвестора это корни, да? Он смотрит, вот есть ли у меня ипотека, есть. Если человек, вот очень важным фактором является семья, это хорошо, что у человека есть семья, но для предпринимателя, особенно в стартапе, в высокотехнологической индустрии, это показатель, что он не может на себя взять определенный коммитмент 24 часа в сутки работать над проектом, значит, он не может обходиться без стабильной зарплаты, потому что ему нужно выплачивать ипотеку, кормить семью, кормить семью, да. А как правило, предприниматель, который работает в стартапе, он, в общем-то, должен несколько лет, в общем-то, потратить на это. Жить, да? Да, жить. Есть такое выражение, значит, что в английском это такое ramen profitable, то есть денег достаточно просто на китайскую лапшу быстро растворимую, вот, для того, чтобы потом, в случае успеха, значит, в общем-то, не думать, возможно, об этом больше никогда. И не видеть больше, и не пробовать китайскую лапшу. Да, здорово. Теперь, Виталий, давайте вот куда повернем, как заявлено в теме, мы обещали сравнить, да, как стартапы выглядят, да, как они реализуются за рубежом в России. Я так понимаю, опять-таки, это логично, потому что веяние это американское, насколько я помню, да, первые стартапы, как и многое появились именно там. Но, что тоже часто бывает, когда мы говорим о аналогах российских, сюда привносится какая-то изюминка, да, менталитет российский, да, поворачивает иногда в неожиданную сторону. Вот, давайте посравниваем, как это выглядит за рубежом, как это выглядит в России. Вот, ну, в общем, значит, вот я вспоминаю поездку в тур по Ближнему Востоку, изучали вместе с пассивным фондом американским, по файл-файлу стартапс, изучали экосистему Турции и Ближнего Востока, то есть там были Арабские Эмираты и Иордания. Вот Дэйву Маклюру, управляющему этого фонда, задали как раз иорданцы такой вопрос. А чем стартаперы в Иордании отличаются от стартаперов в Кремниевой долине? Вот, на что он ответил. Вы знаете, вот цвет кожи у иорданских стартаперов более коричневый. Потому что, в общем-то, в той же Кремниевой долине там предприниматели, стартапы, которые не родились и не были созданы в Кремниевой долине, а скорее они там появились. Понятно, что и там появляются стартапы, но, как правило, предприниматели, талантливые люди, они туда приезжают. Вот, поэтому, в общем-то, мало чем отличается. Другое дело, что там отличается экосистема. Она достаточно сильно развитая. Именно поэтому они туда и приезжают? Да, конечно. Потому что там можно получить не только финансы, но, тем не менее, и различную поддержку. Скорее, больше это поддержка менторская. Моральная, да? Соответственно, опять же, определенные талантливые сотрудники. Можно набрать талантливых сотрудников. Но, тем не менее, если мы говорим о российской стартап-экосистеме, то она достаточно сильно развивается. Но по-прежнему существует такой комплекс перед Кремниевой долиной. Кремниевой долиной неполноценности, да, комплекс? Да, комплекс неполноценности. Он присутствует, причем не только в России, но, тем не менее, во всех странах. Все считают Кремниевую долину как эталон. Все пытаются построить у себя в стране что-то похожее к Кремниевую долину. На самом деле, в общем-то, не знаю, насколько это является таким мотивирующим фактором. Может быть, наоборот, не мотивирующим. Потому что сравнивать нужно только по сравнению с самим собой в прошлом. Если мы берем российскую стартап-экосистему, то то, что было несколько лет назад, то, что сейчас, конечно, это... Небо и земля. Да, серьезная разница, поэтому нужно просто продолжать. Все зависит. То есть, для каких-то вещей просто необходимо время. Так же, когда, если взять 9 женщин, то они не родят за месяц. Поэтому, в общем-то, нужно время. И так же для, допустим, инвестиционной культуры важно то, что движущей силой в Кремниевой долине одной из является серьезной инвестицией тех предпринимателей, которые свои стартапы вывели на IPO или продали какую-то компанию. Они дальше желают финансировать какие-то похожие проекты. То есть, становятся такими бизнес-ангелами. Пока в России прецедентов серьезных выходов и дальше инвестиций не так много. Вот поэтому, в общем-то, наверное... Не так много, но все же есть они. Они есть, да. И они увеличиваются с каждым годом. Но по сравнению со статистикой мировых выходов, то есть, например, когда стартап покупается какой-то большой компанией либо, допустим, выходит на IPO, пока достаточно мало. И поэтому, в общем-то... Если о зарубежных примерах говорить, какой-то, я не знаю, яркий пример, да, звучное имя, вспомните сейчас? Да, пожалуйста, Facebook, Twitter и так далее. Вот, в общем-то, компании, которые, в общем, за достаточно короткие сроки достигли серьезных капитализаций и либо были кем-то куплены, либо в случае, например, с Facebook, Twitter, вышли на IPO. Вот, конечно, это серьезные примеры. И они вдохновляют предпринимателей не только в Америке, но и в России, конечно. То есть, все находятся в попытке повторить хотя бы отдаленно похожие результаты. Вот, и, соответственно... Но для успешного выхода из проекта как основателям, так и инвесторам необходимо от трех до пяти лет, поэтому достаточно долгий процесс. И поэтому через какое-то время при наличии большего количества успешных выходов желание инвестировать у тех, кто будет видеть эти примеры, появится больше. Вот, соответственно, бизнес-ангелы, люди, которые, возможно, пришли из других индустрий, вот, имеют средства и хотят инвестировать, приумножать средства за счет стартапов, высокотехнологических индустрий, будет увеличиваться. Спасибо, Виталий. Сейчас еще раз прервемся. У нас рубрика «Вне времени». Послушаем ее и потом продолжим эфир. Ну что ж, друзья, продолжаем эфир «Бизнес-класс» на Финам.ФМ. Сегодня в студии Виталий Полехин, руководитель клуба инвесторов «Бизнес-школы Сколково». Обсуждаем мы примеры российских и зарубежных стартапов, говорим о том, что это такое, сходство, различия, ну и также пути привлечения инвестиций. В общем, эти все вещи, связанные со стартапами, мы сегодня обсуждаем в эфире. Я напомню вам, телефон студии 6510-99,6, код города 495 и сайт компании «Финам.ФМ». Итак, Виталий, давайте на грешную землю, на российскую землю спускаемся. Здесь, как я уже понял, процесс идет, слава богу. Очевидно, что процесс требует времени, требовать, чтобы все сразу сейчас произошло, мы не можем, по объективным причинам. Но, тем не менее, насколько успешно, что ли, да, успешно вот этот процесс сейчас идет, насколько активно он идет, и по поводу инвестора российского, много их, этих инвесторов? Ну, в России есть серьезное количество венчанных фондов, в общем-то, около 150, и проблема в том, что они инвестируют на стадии, таких ранних стадий раунд-A, когда уже есть у проекта и продукт, и, соответственно, определенные клиенты, метрики и так далее. Вот проблема заключается в том, что для того, чтобы дойти до этой стадии, стартапу необходимо привлечь пассивные инвестиции, в общем-то, это, как правило, либо пассивные фонды, вот здесь у нас в России, конечно, их не так много. Это бизнес-ангелы, которых достаточное количество, но, в общем-то, подход немножко отличается. Вот, и он заключается в том, что, как правило, бизнес-ангелы — это предприниматели, которые пришли с традиционных индустрий, и они стараются смотреть на стартапы, как на обычные проекты, и здесь, соответственно, они влияют достаточно серьезно таким образом. Ну, например, когда речь идет об инвестициях, в общем-то, первое, они просят определенные доли, 25-20 процентов, что, в общем-то, для стартапа, если он даже это и даст, для него это губительно, потому что ему необходимо привлекать средства в следующих раундах, и доля предпринимателя размоется таким образом, что полностью демотивирует. Вот, поэтому они рассчитывают на получение дохода на потоки за счет распределения дивидендов, но не на выходе, как это должно быть со стартапами, со стартапами. Соответственно, в высокотехнологической индустрии бизнес-ангел должен смотреть на возможность приумножить свой капитал за счет выхода, и в этом плане абсолютно не имеет значения, какую долю он взял при этом. Главное, во сколько раз вырастет стоимость компании, во сколько раз он приумножит те средства, которые проинвестировал. Соответственно, еще один момент, который очень сильно влияет, это то, что, как правило, бизнес-ангелы, они хотят не просто инвестировать в проект, они хотят помочь, значит, поуправлять, значит, что-то поделать самостоятельно ручками, и, как правило, это губительно, потому что... Добра не доводит. Конечно, стартап должен искать не просто деньги, а умные деньги, но есть разница между умными деньгами. В данном случае умные деньги, это инвестор, который не лезет в то, что его не нужно. Который помогает по запросу, который может помочь, допустим, экспертизой, связями, который может, в общем-то, осуществить какую-то менторскую поддержку, например, на основусь на своем опыте, сказать, что он думает о этой бизнес-модели и так далее, какие-то определенные вещи, но когда бизнес-ангел начинает, который, например, пришел, раньше занимался традиционной индустрией... Нефтью, допустим, да. И он начинает давать советы, каким образом и что делать в проекте, связанной с интернет-индустрией. Здесь наступает очень серьезный конфликт между стартапером и инвестором, и, в общем-то, это мешает немножко, да, поэтому здесь нужно вот это понимать. Это тоже болезнь роста все же? Да. То есть это надо пережить? Это нужно пережить, то есть, соответственно, ну, понятно, что здесь необходимо каким-то образом, опять же, да, определенные образовательные элементы очень важны. Ну, в принципе, вот у нас в Кубе инвесторов мы, помимо того, что объединяем традиционные венчурные фонды, у нас основная сила заключается в том, что есть бизнес-ангелы, которые, в общем-то, имели предпринимательский опыт и готовы сейчас искать и инвестировать в какие-то проекты. Искать или вы им можете предложить что-то? Да, естественно, мы помогаем, мы создаем определенные пайплайны проектов. Вот, соответственно, на данный момент участниками нашего клуба могут стать не только выпускники бизнес-школы, но, тем не менее, определенные, достаточно известные бизнес-ангелы российские. Вот, и в этом плане мы даем поддержку не только пайплайна проектов, но и дальнейшей инвестиции на следующих стадиях за счет того, что в клубе есть и венчурные фонды, то есть не только бизнес-ангелы, венчурные фонды, которые также рассматривают пайплайна проектов и, соответственно, инвестируют. Поэтому, вот, наверное, попыткой образовывать, объединять бизнес-ангелов занимаются на данный момент в России многие институты развития и частные организации. Вот, и это абсолютно необходимый элемент для того, чтобы стартап-экосистема работала. Потому что, повторюсь, что если не будет инвестиций на посевной стадии, то, в общем-то, венчурным фондом инвестировать не может. Ну, а вот ваш пример, клуб инвесторов, да, я так понимаю, это все-таки некая эксклюзивная штука или существуют в России еще другие подобные организации, клуб инвесторов? Существуют, да, существуют клубы бизнес-ангелов, существуют определенные, значит, сообщества венчурных капиталистов, клубы венчурных капиталистов и так далее. В общем, наша уникальность заключается в том, что, в общем-то, мы объединяем и бизнес-ангелов, и институциональных инвесторов, вот, создавая определенный эффект энергии. И также мы, в отличие от остальных, не конкурируем с другими организованностями. Наверное, мы как бы объединяем, стараясь привлекать пайплайн из одного клуба инвесторов в наш. Соответственно, участники нашего клуба могут видеть, определенный поток проектов из различных клубов, вот, и, соответственно, многие участники клубов и партнеры клуба могут участвовать в синдицированных сделках. То есть, в принципе, в прошлом году мы с помощью участников и партнеров клуба инвестировали в шесть проектов, и в каждой инвестиции участвовал от трех до шести участников. Вот поэтому свое инвестирование, особенно на такой ранней, либо совсем по сегодняшней стадии, это достаточно важный элемент, потому что всем инвесторам необходимо разделять риски, вот, посмотреть, проверить гипотезы того или иного проекта, и в случае успешности дальше иметь возможность доинвестировать. Вот поэтому, конечно, определенные создаваемые индикаторы, синдикаты, клубы, они помогают диверсифицировать риски, помогают управлять ими, и, соответственно, дают возможность. То есть, если есть бизнес-ангел, который хочет инвестировать, например, полтора миллиона рублей в высокотехнологическую индустрию, этой суммы достаточно, наверное, достаточно для одного проекта. Так. Вот. Если мы говорим о том, что это очень высокорисковая индустрия, и, в общем-то, вероятность того, что проектный улет, она достаточно серьезная, то ему необходимо инвестировать в десять таких. Значит, поэтому... Но полутора миллионов для десяти проектов не хватит. Недостаточно. Участвуя в синдицированных сделках, вот, соответственно, он может распределить риски и инвестировать в десять таких даже с полутора миллионами. Значит, у него есть два способа. Он может отдать эти деньги в управление венчурному фонду, вот, но с такой суммой, наверное, он не будет способен принимать какие решения там инвестиционные. Большинство из бизнес-ангелов все-таки они хотят принимать решения самостоятельно, хотят смотреть, хотят выбирать, хотят, в общем-то, там еще есть определенный такой миссионерский элемент. То есть они хотят все-таки каким-то образом, значит, отдавать сообществу то, что они... То есть значимость важна, да, в социальном смысле, что я вот все же... Вот, они это могут делать как с помощью каких-то менторских вещей, вот так и с помощью инвестиций, когда они отсматривают проекты, что-то советуют, в те, которые понравились, они готовы инвестировать. Поэтому, в общем-то, все клубы, ассоциации, они, как правило, направлены на то, чтобы объединить этих людей и помочь вот таким проектам, которые, в общем-то, не могут получить инвестиции от венчурных фондов, потому что только уровень идеи либо прототипа. Вот, но для того, чтобы они выросли, им необходимы все-таки средства, поэтому мы рассматриваем такие проекты, вот, и, соответственно, выполняем достаточно тяжелую работу, потому что очень много проектов, которые не являются интересными в плане инвестиций, но, тем не менее, даже в процессе их обработки, общения и так далее, мы им даем достаточно серьезное количество советов, и, возможно, иногда они приходят с измененной идеей и так далее. В общем-то, вообще бизнес-ангелы, когда они смотрят на проекты, и мы уже говорили, что они смотрят больше на предпринимателя, потому что сама идея, она может трансформироваться в процессе реализации. Тут надо понимать, насколько сам предприниматель гибкий для того, чтобы, в общем-то, готов к этому. Вот, когда как раз вот про Кремниевую долину, значит, общались мы с достаточно таким классическим фондом Кремниевой долины, это Винрок, и задавали вопрос по поводу, опять же, бизнес-планов, вот, по поводу того, почему, например, не так важна, согласно их опыту, не так важна идея, не так важна, значит, технология, и все-таки на первом месте стоит предприниматель. Они проанализировали свои бизнес-планы около 150 и обнаружили, что только 4 проекта из 150, в которых они, значит, инвестировали средства за примерно 10 лет, развивались согласно первоначальному бизнес-плану. Все остальные проекты, они прошли достаточно серьезный путь, идея изменилась, рынки изменились, технологии. Соответственно, поэтому, насколько предприниматель готов реагировать на изменения рынка, насколько он готов принимать советы, опять же, вот, экспертов рынка, это очень важно, потому что иначе очень много великолепных, горящих глаз предпринимателей, которые, в общем-то, потом оказываются, скорее, недостатком, потому что в тот момент, когда нужно понять, что это не работает, и необходимо просто... Что это другое, да, конечно. Что это другое, да, происходит полное непонимание. То есть человек начинает упираться, да, и говорит, что нет, я вот такой-сякой, и обязательно добьюсь, да, в конечном итоге. Достаточно распространенная вещь, да. Так, хорошо, Виталий, значит, смотрите, у нас сейчас время вновь послушать новости. До них еще есть пару-тройку секунд. Я в течение этого времени напомню нашим слушателям прежде всего, да, что сегодня мы обсуждаем тему, связанную со стартапами, говорим об их сходстве и различиях, а также пути привлечения инвестиций. В студии Виталий Полехин, руководитель клуба инвесторов «Бизнес-школы Сколково». Ну и, собственно, сейчас мы послушаем с вами новости на «Финам.ФМ» и после новостей уже продолжим наш разговор. Ну что ж, друзья, продолжаем эфир. Осталась его последняя часть, 12 минуточек. Вот, но нам еще есть о чем поговорить, естественно. Я напомню, сегодня мы обсуждаем тему, связанную с российскими и зарубежными стартапами, ищем сходства и различия, говорим о привлечении инвестиций. В студии Виталий Полехин, руководитель клуба инвесторов «Бизнес-школы Сколково». Ну и последний раз я напомню, телефон студии 6510996, код города 495, сайт компании «Финам.ФМ». Итак, Виталий, давайте вот о чем сейчас поговорим с вами. Расскажите о трендах, о неких тенденциях, вот как раз в области высокотехнологического предпринимательства. Наверняка все же, да, можно что-то выделить. Да. Вот, ну, наверное, такие очень очевидные тренды – это онлайн-образование. Вот, в общем-то, здесь сейчас большое количество проектов. Наверное, пока фактически сделать эти проекты прибыльными и серьезно, да, трудно, из-за того, что гиганты, такие как «Корсера» или «Хан Академия» на данный момент предоставляют контент абсолютно бесплатно, при этом без проблем привлекая серьезные инвестиции от венчурных фондов. Тем не менее, в долгосрочной перспективе эти все вещи очень интересны и с точки зрения основателей проектов, и с точки зрения инвесторов. Вот, большой интерес представляет такой тренд, как большие данные, big data. Это, как правило, связано с обработками различных данных, которые пользователи оставляют в сети. И, в общем-то, здесь серьезные перспективы, но тема настолько популярна, и, в общем-то, много уже об этом сказано. Вот есть три очень интересных тренда, которые, в общем-то, с моей точки зрения заслуживают того, чтобы более подробно на них остановиться. Это информатика здоровья, это совместное потребление, вот, и, наверное, это интернет вещей. Вот, есть информатика здоровья, здесь все достаточно просто. Это профилактика, лечение, диагностика заболеваний с помощью программного обеспечения. Вот, в качестве примера, вот, является, например, проект. Мы, как раз в прошлом году, вот, клубом инвесторов, собрав где-то, наверное, около 4-5 ISO инвесторов, профинансировали проект. Основан на патентах, заптентованы алгоритмы, которые могут определять неинвазивным способом, есть у человека, значит, кровоизлияние мозга, например, или нет. Вот, человек ударился головой обо что-то для того, чтобы понять, насколько необходимо хирургическое вмешательство, когда, в общем-то, по симптомам что-то не так. На данный момент человека везут в больницу. Есть два способа. Либо это воздействует на глазное дно, что достаточно затратно, около 2-х тысяч долларов, и, в общем-то, болезненно для человека. Дальше есть еще более сложный способ, инвазивный. Это когда, значит, в голове высверливают небольшую дырочку и опускают туда датчик, для того, чтобы померить внутричневное давление, понять, определить. Данный прибор позволяет это сделать, просто поднеся его к виску. Как он это делает? Все достаточно просто. Значит, есть определенные показатели, замеры, которые производились во время инвазивных методик. И на данный момент они все сведены воедино, и по косвенным признакам можно определить, насколько... Программа просто определяет, насколько косвенные показатели головы человека, когда прибор УЗИ подносят к голове, соответствуют тому или иному состоянию внутричерепного давления, либо, значит, есть ли кровоизлияние мозга. То есть это позволяет прямо на месте у человека определить, необходимо хирургическое вмешательство, ввести его куда-то или нет. Казалось бы, достаточно сложный процесс с точки зрения инвестиций. Почему он интересен? Потому что, как правило, биомет, любые инвазивные методики и так далее, их срок вообще воплощения от 10 лет, множество согласований, различных разрешений и так далее. Вообще все связано, что медицина не так просто. То есть это все биомет, очень долго и мало кому интересно. Это абсолютно IT, это, в общем-то, проект, который может реализоваться в течение одного-трех лет. Соответственно, венчурные фонды, которые, как правило, специализируются на IT-технологиях, интернете и так далее, в общем-то, они легко рассматривают подобные проекты и в них инвестируют. Это достаточно серьезное направление. В общем-то, ведущие фонды Кремниевой долины, которые, например, Рон Конвей из S.V. Angel или Шон Паркер, который когда-то был инвестором и, значит, Facebook, и PayPal, и, соответственно, Рон Конвей и Google, они уже назвали это мегатрендом еще в 2014 году и, в общем-то, это то направление, которое, мне кажется, наиболее интересное. Направление совместного, тренд совместного потребления, здесь все достаточно просто. Если мы были свидетелями достаточно серьезного бума вот купонных сайтов, группона и так далее, разновидностей, это, в общем-то... Сейчас можно говорить, что активность на спад пошла все-таки? Да, активность пошла на спад, вот, соответственно, в общем-то, это в основном коллективные покупки. Вот, это, значит, совместное потребление, это одна из разновидностей, но здесь, скорее, идет речь не о попретении, а о совместном пользовании. То есть, если вам не нужен фотоаппарат на зимнее время, да, или, например, на какой-то период, вы знаете, он не нужен, вы можете его сдать в аренду такому же человеку, соответственно, без организации, с помощью, например, мобильного приложения. Вот, это очень удобно. То есть, сейчас, если, например, называть компании, которые могут относиться к этому, это, наверное, самое известное, это Airbnb, когда, если не нужна комната, вы можете ее сдать в аренду. Они были, как раз, у меня в бизнес-классе в прошлом году. Да, вот, очень интересный проект, как раз из этого направления. И, в общем-то, есть различные, там, каршеринговые компании, Zipcar, в России сейчас запускается много стартапов с такими направлениями. В общем-то, вот, любое совместное потребление, это определенный тренд, когда тебе не нужно покупать, ты пользуешься более умным потреблением, а именно совместным. То есть, вы можете обмениваться вещами и так далее. То есть, на данный момент в России, в общем-то, это только начало данного направления, потому что нет определенного уровня доверия между потребителями. Значит, за рубежом, в общем-то, из-за того, что существовали уже достаточно серьезные, развитые такие платформы, как eBay, с рейтингами, там все четко и понятно. Да, если у тебя есть серьезный рейтинг от других пользователей, что вещи можно сдавать тебе в аренду, и все будет нормально, в общем-то, как бы проблем с этим не возникает. Вот, в общем-то, у нас в портфелях тоже есть такие компании, вот, и они, как правило, сразу направлены глобально. То есть, и на российском рынке развиваются, и там. Там гораздо с большим успехом, вот, именно потому что доверия между пользователями немножко уже больше. Соответственно, и направление интернет-вещей, в общем-то, это очень интересно, наверное, вот к этому направлению подходят вот такие вот wearables, то есть различные устройства, которые могут считывать шаги, пульс, которые могут быть будильником в определенный момент в зависимости от ритмов сна. Да, добавив сюда какие-то вещи в виде, если завтра у вас эфир или нет, это устройство может, в зависимости от того, что вы поставили у себя в календаре на компьютере, это устройство, соединенное с помощью интернета с вашим мобильным телефоном, смартфоном или компьютером, может вас разбудить в то или иное время, в зависимости от этого. Например, в зависимости от погоды, значит, может дать какой-то сигнал, да, там, значит, одеться теплее и так далее, либо... Или дождь пошел, возьми зонтик, да? Вот известный пример, как раз Google только что приобрел такую компанию, как Next, значит, занимающуюся умными домами, вот, это, наверное, немножко более расширенное понимание умного дома, не лежа, чем оно у нас есть, вот, и здесь речь идет о том, что, да, вот, температура, значит, на улице повысилась, термостат сообщает, соответственно, уровень температуры в квартире повышается, соответственно, закончилось пиво в холодильнике, вот, идет заказ в интернете. То есть не сигнал просто, да, что холодильник не напоминает? Это, это настраивает, может, это сигнал, может быть, то есть, в принципе, какие-то вещи раньше существовали в виде холодильника, подключенного в интернет, либо каких-то устройств, но это было скорее что-то такое очень экстравагантное, что-то такое не для всех, на данный момент это уже становится более MS-маркетом, и, соответственно, то есть там перспективы просто громадные, все стартапы, которые работают в этой области, они очень сильно востребованы. Можно даже сказать, что какой-то дефицит, да, существует? Да, то есть, ну, по крайней мере, вот, любые стартапы среди этих пяти трендов, бигдейта, совместное потребление, интернет вещей, информатика, здоровье, онлайн образование, это то, что, в общем-то, фонды смело на данный момент рассматривают, вот, и здесь уже зависит скорее от того, насколько, значит, то решение, которое предлагается предпринимателями, оно интересно с точки зрения каких-то инвестиционных моментов. Понятно. Кстати, хорошо, что мы эту тему, этой темой коснулись, я вспомнил, у меня пиво закончилось в классе. Осталось две минутки буквально, Виталий, у меня традиционно к вам просьба, давайте, заканчивая эфир, ну, о неких перспективах развития, да, и стартапов в России, и, собственно, вот этого, я бы сказал, институционального инвестирования, да, как будут себя чувствовать венчурные формы, будут ли фонды, да, будет увеличиваться количество бизнес-ангелов в России? Ну, я считаю, что мы на данный момент только в начале достаточно большого серьезного пути, вот, все будет только развиваться, значит, мне кажется, что испытывать определенные комплексы по отношению к Кремниевой долине и вообще сильно засматриваться на определенные вещи, наверное, не стоит. Стоит смотреть на то, как наша стартап-экосистема развивается по отношению самой к себе в прошлом. На данный момент мы, наверное, на пути, и, в общем-то, я считаю, что здесь самым важным моментом является последовательность, то есть, если мы будем продолжать развиваться теми же темпами, в общем-то, через какое-то время будет достаточно серьезный эффект, и на данный момент, мне кажется, основным вызовом является все-таки поддержка на посевной стадии от бизнес-ангелов, но, тем не менее, именно на данном моменте с точки зрения институтов развития и бизнеса делаются серьезные подвижки, и, в общем-то, я бы не сказал, что нам остается просто ждать, нам остается просто двигаться и работать с теми же темпами. Спасибо огромное. Спасибо. Виталий Полехин сегодня был в студии бизнес-класса. Огромное спасибо Виталию. Уважаемые слушатели, спасибо за внимание. Всего хорошего, успехов в бизнесе.